В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Госпогранслужбы поздравили ветеранов ВОВ. Сотрудники Госпогранслужбы навестили ветеранов лично, а поздравили пожилых людей, выражая уважение и дань их подвигу. Все госорганы страны принимают активное участие в поздравлении ветеранов, героев Великой Отечественной войны. И сотрудники Госпогранслужбы поздравили Галину Журик. Ей исполнилось 17 лет, когда грянула Великая Отечественная война. К тому времени девушка жила в городе Климове, работала на заводе. В 1942 году, когда ей было 18, она добровольно пошла на фронт. Попала медсестрой в медсанбат при 7-й гвардейской дивизии, воевавшей на Северо-Западном фронте. Медсанбат 7-й гвардейской дивизии. С ранеными. Раненых принимала. Не я принимала, все принимали. Кто чего делал там. Там не так, что одну работу делаешь. Там все приходилось делать. Медсанбат 7-й гвардейской дивизии. Обслуга раненых дивизии. Ну а ветерану Косымбеку Ишалиеву 94 года. Сейчас он проходит лечение в больнице. Сотрудники пограничной службы проведали ветерана. Он участвовал в военных действиях с 1943 года. А домой вернулся только в 1948. Сейчас у него 10 детей. До 1945 года отец служил в запасе. После этого по разным обстоятельствам он оказался на советско-японской войне, где служил полгода. Через 5 лет вернулся и сейчас сидит рядом с нами. У нас была счастливая семья. У меня 4 сестры и 5 братьев. Сотрудники Госпогранслужбы поздравляют в этом году 70 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 31 ветеран проживает в Бишкеке, а остальные в регионах. Они наградили их медалями, а также оказали материальную помощь. Сегодня мы поздравляем ветеранов, которые живут в Бишкеке. Пограничная служба в этом году поздравляет 70 ветеранов. Мы поздравляем их и им становится приятно. Мы всегда помним о наших героях. В республике проживают 344 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 86 инвалидов, 217 участников Великой Отечественной войны, 17 несовершеннолетних узников концлагерей и 24 блокадника Ленинграда. Всех их поздравят наши госорганы в честь Дня Победы над фашизмом. Алина Хайдаршина, Дженте Макенов, Пирамида.